Эти ткацкие станки выдают 150 тысяч квадратных метров геосинтетической ткани в месяц. Резидент особой зоны, завод Гексалотес, вышел на проектную мощность. В сентябре закончится режим пусконаладки, хотя предприятие уже поставляет продукцию в регионы Южного и Центрального федеральных округов. Туда, где сейчас строят дороги. Дорожное покрытие представляет из себя некий достаточно сложный пирог. Один из слоев этого пирога это, собственно говоря, наши материалы, которые придают дополнительную прочность всему пирогу и уменьшают количество ремонтов. Прочность и стоимость интересуют замминистра экономического развития России Михаила Бабича. Этот геосинтетический слой дорожного пирога увеличит стоимость строительных работ максимум на 5%. Дорога прослужит дольше без ремонта. Разносится нагрузка, когда на дорогу разносится, и яма появляется меньше, и эксплуатационный срок в 2-3 раза увеличивается. Нет, если бы вообще тех условий по строительству дорог не нести бы этот материал. Вместе с Гексалотус в ближайшее время производство планирует запустить еще один резидент. Компания «Свои». 60% трубок капельного орошения на российском рынке. Импорт в 2021-м. Здесь планируют производить 800-900 миллионов метров трубок. Привлекательным выглядит рынок Казахстана и Туркменистана. Компания «Свои» в Туркменистане, когда мы были, вот эти оазисы зеленые, это все благодаря прокладыванию трубок капельного орошения. То, что здесь производство организовано. Обе компании, и Гексалотус, и «Свои», на полях экономического форума, что проходил в Туркменистане, заключили предварительные договоренности с каспийскими партнерами. Сейчас согласуют детали. К концу года в особой экономической зоне «Лотус» будет 17 резидентов. Все, кто сюда приходит, первые интересы в Каспийский регион и коридор «Север-Юг». За четыре года на содержание особой экономической зоны потрачен 1 миллиард рублей. Из них 600 миллионов направлено на создание инфраструктуры. Начинается работа по формированию портовой экономической зоны в Лиманском районе. Это поручение президента. Обе зоны необходимы для развития коридора «Север-Юг». Готов механизм финансирования судостроительных заводов. В их модернизацию вложат почти 3 миллиарда рублей. Самая большая работа предстоит на красных баррикадах. Сейчас там набирают сотрудников для запуска завода. Оно запланировано на декабрь. Необходимы 20 специалистов в основном энергетике. Об этом сегодня сообщил генеральный директор Южного центра судостроения и судоремонта Алексей Селезнев. Компания приобрела имущество завода в июне. Нужны специалисты на завод «Лотос». 300 рабочих, которые сейчас трудятся в цехах. Этого мало. Предприятие недозагружено. Мы разработали программу техпереоружения. В целом по двум площадкам это порядка 2,8 миллиарда рублей. Опять же планируется использование лизинговых стен. Если 2,8 вложили в модернизацию, что получим на выходе? На выходе получим возможность строить и сдавать заказчику по рыночной цене порядка 10-12 судов класса «Река-море». Это вот за основу брали, к примеру, проекты. И сегодня такая потребность такая есть? Да, такая потребность есть. Плюс мы параллельно можем на красных баррикадах и СПО строить офшорные проекты. Перезагрузка экономики, ровно как и развитие инфраструктуры – обязательные условия социально-экономического развития региона. Их обозначил временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Бабушкин. Причем темпы развития должны быть ускоренными. Это поручение президента. О том, как это происходит – разговор в администрации области. Глава региона подчеркивает, инфраструктурные проблемы в области масштабны. Инфраструктурные проблемы в области колоссальны. Я о них слышу практически каждый день на встречах с жителями. В домах нет газа, нет питьевой воды. Не устраивает состояние объектов социальной инфраструктуры. Каждая пятая школа в регионе старше 80 лет. В каждом районе есть деревянные здания детских садов. Дорожная сеть, транспортная инфраструктура, мостовые переходы, паромные переправы в Астраханской области находятся в плачевном состоянии. И вопрос транспортной доступности уже много лет остается открытым. Замминистра экономического развития России Михаил Бабич настаивает, этот массив необходимо решать. Тем более, что регион играет стратегическую роль. Астраханская область – это сегодня тот регион, который, по сути дела, становится центром нашей каспийской политики. Вы знаете, что буквально две недели назад был проведен первый каспийский экономический форум. Игорь Юрьевич принимал в нем самое активное участие. И по большому счету с позиции Российской Федерации Астраханская область становится такой столицей нашей работы в каспийском регионе. В 2021 году Астраханская область примет второй каспийский экономический форум. А в следующем году в Астрахани соберутся министры экономики при каспийских странах. Анастасия Анферова, Руслана Санов, Центр новостей.